Дискорд Магазин 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 Можете заметить, немножко весь запачканный, какой-то грязью. Дальше у нас идет Skid Row, это заросшая Skid Row. Прикольно, прикольно выглядит. Дальше у нас идут новые режимы. Опять же, это все для мультиплеера. Вот Джаггер Мош тут как раз нам презентуют, потому что облики из Вархаммера 40 тысяч. Если честно, я вообще про Вархаммер 40 тысяч мало что знаю, я никогда в него не играл. Вот, поэтому сейчас мы видим, вот как раз это у нас Джаггернаут, это у нас скин на Джаггернаут, а это у нас, соответственно, вот эти вот Спейс Мариносы. Дальше идем, смотрим обзор зомби. Новая сюжетная миссия, разлом темного эфира, боевой начальник Керес и новые схемы. Все, что они нам предлагают здесь, они уже об этом заявляли в начале сезона, появятся новые штуки, такие как возможность не перезаряжаться, соответственно, возможность вызывать себе мотоцикл. Новый боевой начальник, это у нас чувак, по-моему, в милитрии бейс будет сидеть. Просто новая цитаделька, для которой будет какое-то задание. Вот, новая сюжетная миссия, разлом темного эфира. Вы там будете пойти, само как вот по Дэдикам. Идем дальше, быстренько. Вот так будет выглядеть у нас персонаж под названием боеначальник Керес. Сейчас идем дальше, новая схема. Вот этот мотоцикл вы сможете вызывать, но вы наверняка его находили в зомби-режиме. Он обычно стоит, его не видно, пока вы не подойдете близко на мини-карте. Вот им можно давить, соответственно, зомби и за это заряжать его обилку. Теперь будет предмет, который позволит вам, грубо говоря, таскать его с собой. Это достаточно прикольно, особенно те, кто не прошел еще полярный сиянинг. Так, мобильное ПОИ исследовательского судна. Это нам обещали на Форчун Кипе, кто не знает. На Форчун Кипе появится вот такой вот кораблик, который будет, вроде как он должен плавать вокруг карты. Нечто подобное я уже видел в Фортнайте. В Фортнайте это было выполнено в виде небольшого плотика с большим количеством припасов на нем. Он рандомно появлялся от карты к карте. И вы просто могли его залутать. То есть вы такие падаете. О, и смотрите, плотик, в котором всегда много ресурсов, всегда много хилок и так далее. Там все можно подлутаться. Ну, здесь, собственно, то же самое. Только здесь у нас будет тоже бункер, как в главном замке. Кто не знает, в главном замке есть бункер, который с помощью небольшого квестика по зажиганию покелов. И с зажиганием потом, по-моему, какого-то прикола над дверью, вы открываете дверь в бункер, в котором лежит ящик с вашими пушками и все, по-моему. Больше там особо ничего нет. Ну, просто ящики валяют, соответственно, вы можете налутать там киллстриков. Вот, похоже, нечто такое будет у нас в этой ПОИ. Собственно, теперь будут две точки, где все это делать. Вот тут пишут, что, во-первых, у нас будет башня ППЛА на нем. Потом доступ к станции обеззараживания, которые работают как ПДС. Покупайте уникальные эксклюзивные предметы на специальной станции покупки. То есть там будет какая-то специальная станция покупки. Подавайте звуковой сигнал, чтобы доказать, что вы штурмовали корабль. Можно будет вызвать вертолет. Ну и вот, соответственно, заполненное добычей что-то там. Самое главное, наверное, изменение – это бункер бастер. Бункер бастер – это штука, которая должна теперь... Вот у нас был лейерстрайк, который рандомно нокал людей за стенками. Теперь у нас будет что-то, что гарантированно нокает людей за стенками, а потом доедает их, потому что оставляет газовое облако. Я думаю, что этот предмет будет крайне несбалансированным. Либо его удалят вообще в итоге, либо с ним сделают что-то, из-за чего он станет совсем неюзабельным. Готов поспорить, ставлю ногу даже, что в турнирах эту штуку использовать нельзя будет, потому что, ну, это даже звучит слишком странно. То есть вы как бы заняли позицию, чуваки кидают банкер бастера, и вы все, вы умерли, потому что вам нужно срочно выбегать из дома. В этом доме вы оставаться не сможете чисто технически, потому что, во-первых, он пробьет вас, а затем останется облако газа, которое будет вас дамажить. И здесь, кстати говоря, поможет вот эта штука – портативная станция дезактивации. Ну, в простонародье называется «Кальян», «Калик». Впервые его показали нам и дали использовать в Кальдере. Там он работал, ну, неплохо. Я не могу сказать, что он как-то сильно менял ход игры, но была возможность. Опять же, тут дело в том, что у нас все-таки система газа, она не такая, как в других батл-роялях, как в Фортнайте или в том же Apex Legends, где вы можете долгое время находиться за зоной, хилиться и так далее, и потом еще, пофайтившись, разрезаться и прийти в зону. Здесь так не получится. Здесь вы умираете в основном через 10-15 секунд от зоны, и, соответственно, если вы находитесь рядом с зоной, то просто добегите до нее. Зачем вам жить в зоне? Ну, опять же, очень узконаправленный предмет. Дальше у нас идет новый скинчик. Оголубь. Ну, то есть уточки нам было мало, теперь у нас будет оголубь. Опять же, лучше бы сделали голубя в виде птенца. Он очень страшный, как из, не знаю, из кошмаров Бабадзаки. Два новых оружия будет у нас. Это Soul Render. Это очередной клинок, который никому не нужен. Ну, и боевая винтовка. SOA Subverter. В чем прикол SOA Subverter? Это у нас, получается, конверсия. Ну, не конверсия, имеется в виду. Это пушка на базе HRM-9. То есть нам добавляли до этого HRM-9. Это пистолет-пулемет, который сейчас является метовым. А это, соответственно, тот же самый пистолет-пулемет, только на 7-6-2 патронах. Так, говорят, что у него будет отличная отдача, легкая отдача вверх. При этом небольшой, так скажем, небольшая скорострельность. Тут также пишут, что сбивает большинство врагов за 3-4 выстрела, не считая броневых пластин. То есть, ну, считаем, за 6-8 выстрелов. Если здесь будет всего 20 патронов, это будет тяжело. 30 патронов, окей, еще можно играть. 6-8 патронов, это достаточно неплохой ТТК. Все зависит от скорострельности. Дальше идем. Вот у нас показывают, соответственно, наборчики платные по Warhammer 40. Это какие-то там сестры битвы. Это у нас Space Marines. А это еще какие-то чувачки. Как их там зовут, я уже успел забыть. Видите? Sisters of Battle. А, это астромилитариумы. Вот, зелененькие такие. Но мы идем дальше. У нас тут, между прочим, Годзилла Конг. Новая империя. Я не знаю. Я старый фильм не смотрел, если честно. А тут, походу, еще и новый выходит. С отсылочками на Кальдеру. Кто не помнит, не знает. В Кальдере у нас был ивент, где мы могли почесать жопу Конгу, пока он сражается с Годзиллой. Ну и, соответственно, вы могли выбрать сторону. Идем дальше. Это у нас новый скин, который заменит нам скин Black Noir. Я не знаю. Разработчик, ну, вот, ну, серьезно. В начале Warzone 2 нам сделали что? Нам добавили такой скин за KDL League. На нем была красная буковка. Потом они посчитали, что этот скин слишком жесткий. И они просто его красным покрасили побольше. Добавили им лямки красные и так далее. А сейчас они уже второй скин подряд просто черный выпускают. Мне сложно ответить, в чем прикол. Идем дальше. Боевая винтовка. Комплект Jack на Holger 5.5.6 выйдет. Соответственно, будет двухствольная конфигурация. Из-за чего, ну, соответственно, вы будете стрелять как будто гиперзалпом. Как будто из того же Абакана. Интересно будет посмотреть, потому что Holger на самом деле ни один в мете не был. Так что будет интересно. Также у нас на Busby будет конверсия, которая будет превращать ее в пехотную винтовку. Что, соответственно, для нее, я не знаю, кому нужна пехотная винтовка. Пехотные винтовки очень-очень слабые. Ну и все, по большому счету, ребят. На данный момент нам остается только ждать. Завтра выйдет этот самый сезон. В нем нам обещают все, что я вам перечислил. Ну и еще 21 числа, ребята. 21 марта. Полноценный релиз Warzone Mobile. И там люди в действительности смогут поиграть на том самом верданске. Но с новыми пушками. И если честно, я думаю, что многие люди пойдут туда играть. Потому что если будет возможность использовать эмулятор, это будет ибо. Потому что на слабеньком компьютере можно будет поиграть, грубо говоря, в старый Warzone. Что думаете по этому поводу? Приходите на стримы. Завтра, я думаю, к 8 часам, ну к 6, наверное, я точно подрублю. Посмотрим патчнот. Также сделаем видосик. Всем спасибо. Всем пока. Подписывайтесь. И на тележку тоже подписывайтесь на мою.